Компания «Элта» представляет Диачеллендж – единственный в своём роде проект, участниками которого стали 9 человек с диагнозом диабет первого типа. Они не имеют права забыть, они не имеют права не знать, поэтому в вашем случае сахар померили до еды, через час померили, через два померили, и если я ещё говорю через три, значит, ты через три, через четыре, в три часа ночи надо встать. Три, два, поехали! Это процесс трансформации длиною в полгода. Регулярные занятия спортом, управление сахарами, эмоциями, ежедневные отчёты о проделанной работе. Дисциплина. Дисциплина – это, наверное, то, что у меня страдает. Мы все разные. Реальные преодоления, реальные истории. У меня очень долгое время была такая ассоциация, что я как сломанный прибор какой-то, то есть который уже можно списать. Реалити проекта жизни людей с диабетом. Каждый день – это новый шаг к изменению себя, к управлению своим диабетом. Мы бросили себе вызов, а ты? На прошлой неделе состоялось обсуждение первых достижений участников Диа-челлендж. Главные критерии оценки – степень включённости, градус ответственности, своевременность и качество выполнения домашних заданий и рекомендаций от экспертов. Для меня, как организатора этого проекта, очень важно, чтобы каждый из них достиг результата. Чтобы из точки А он дошёл в точку Б. Чтобы он трансформировался. Условия проекта остаются прежними. Первые три месяца – работа под руководством эндокринолога, психолога и тренера. Пониже просеять. Штырь. Ух я! Брось гирю, продолжи без гири. Пять раз заделай. С ровной спиной ниже. Полностью сел, 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 сел полностью. Полная амплитуда. Ах, я не могу. Попробуй, попробуй. Полная. Второй этап – три месяца самостоятельной работы. Без экспертов. По итогам каждого этапа участник, достигший наилучших результатов на пути к поставленным целям, получит денежное вознаграждение. Вижу ли я себя победителем, я вообще победитель по жизни. Все, кто попал в этот проект, все мы победители. Сегодня четвёртый общий сбор и две новости. Новость первая. В работу на проекте включилась Нюра Шарикова. Всё это время я была во Вьетнаме. Теперь я здесь, я с вами. Чувствую я себя комфортно, классно, здорово. Хотя я очень переживала, что приеду уже в сплочённый коллектив и будет какой-то дискомфорт, и будет неприятно. Нет, такого нету, и вообще, вообще комфортно, здорово. Новость вторая. Изменение регламента сегодняшней встречи. Помимо ответственности, целеустремлённости и выносливости, участники Диа-челлендж на этот раз продемонстрируют ещё и свои творческие способности. Подождите, что делает Даша? Даша, читай стихонет. Даша, Сынгоров, да? Нет. А Таша, Сынгоров, бух? Подожди, а Таша, Сынгоров, бух? А Таша, Сынгоров, да? Давай Таша, Сынгоров. Символическое название предстоящего концерта – Диа-таланты. Командует парадом Настя Мартынюк, сместив с этой роли на время неизменного ведущего проекта Дмитрия Гриневича. Валер, в каком у меня жизни-то трону. Скажи мне, пожалуйста, для многих участников сегодняшний день – это как в некой степени шок. Многие просто не понимают, что им делать, да? То есть кто-то считает, что он не творческий, кто-то в принципе что-то не хочет делать, да? Я как раз один из тех человеков, что я ни с чем выступать не буду, показывать ничего не буду. Я не совсем до конца понимаю, что там будет и что мы увидим вообще. Да неважно. Вы просто смотрите. Раз, два, раз, два. Раз, два, раз, два. Ничего сложного. В итоге совместными усилиями вопрос с номерами был решен. В программу Диа Талантов войдут танцы, песни, стихи, фокусы, проза и даже создание Диа Торта. Творожный торт! Слушай, Вероника, давай расскажи. И Вероника рассказала нам и про рецепт творожно-морковного торта, и про многое-многое другое. Веронике Георгобиани 26 лет. Замужем. По образованию физик. Специализация наносистемы и нанотехнологии. Интерес к тому, как устроен мир, у Вероники в генах. У меня дедушка физик, бабушка физик, папа физик. Хотя дедушка у меня на самом деле не хотел, чтобы я шла в физику. Как-то у нас приюты считать, что физика больше для мужчин. На момент выпуска из МГУ Вероника написала пять серьезных статей. Провела более 20 конференций, в том числе зарубежных. Получила патент на собственное изобретение. Ей прочили достойное будущее в науке. Но заветная мечта о преподавании оказалась сильнее. Веронике нравятся бесконечные детские «почему». «Почему кипит чайник или почему бьет молния?» Ну это здорово, это интересно, это круто, когда ты знаешь это. И можешь кому-то рассказать, почему небо, например, голубое. У меня иногда спрашивают про помпу, спрашивают про глюкометр. Иногда видят, что я там сахар меряю. Дети все начинают интересоваться. То есть, а что это? А как? А как оно работает? А померяйте сахар нам. Я говорю, я померяю. А ты готова палец проколоть? Не-не-не, не надо. Вероника живет с диабетом 12 лет. Достаточный срок, чтобы научиться управлять заболеванием. Тем более для физика. Правильно делать все подсчеты. На самом деле, нет, все не так просто. Как-то мне казалось, что я все знаю очень хорошо. Но при этом я могла мерить сахар один раз в два-три дня. И я была уверена, что я чувствую свое состояние. То есть я чувствую, когда у меня сахар повышается. Я чувствую, когда он понижается. Я сдавала всегда гликированный гемоглобин раз в три месяца. И он всегда был неплохой. Скажите, а кто вас так ориентировал на гликированный? Никто. Я просто на что не могу. В 18-18. В любых годах. Вообще, по всей моей кассе понимают, что гликирован – это не показатель. Он может быть хорошим, если постоянно хорошие сахара. И если горы, от самых маленьких до самых высоких, он тоже средний, будет неплохой. Если у тебя кусочки отбудут. Абсолютно, конечно. Поэтому я к гликированным отношусь очень скептически. Вы вообще кто-нибудь знаете, а какой у вас вообще гемоглобин? Сейчас вы знаете. Вы сейчас анализ дали. Когда-нибудь он был низкий у кого-нибудь из вас? Если они не были, то конечно. Обычно гемоглобин. Да, обычно гемоглобин. Он был низкий когда-нибудь у кого-нибудь? У меня нет. Я не помню, честно. Ну, у всех прям, скажем, он плюс-минус может быть низковат. В том числе у меня. Поэтому гликированный, и когда есть заниженный гемоглобин, например, во время беременности. Ну, как тут вообще можно на него ориентироваться? Когда я в сентябре перешла на помпу, я начала мерить сахар 12 где-то раз в день. То есть через час, через два часа. И я обнаружила, что я вообще не знаю свой организм. Поняла, что все было у меня, наверное, не очень хорошо, как я думала все эти 10 лет. И сейчас пришлось полностью все переосмысливать, пересчитывать все свои коэффициенты, дозы. Она знает какие-то теоретические моменты. Она пробовала их, но у нее некоторые вещи не получались. При установке помпы у Вероники базис был настроен следующим образом. На каждый час разные дозы. Поэтому мы решили пока с ней есть мало, ну, то есть мало по количеству раз. Но что проще было вообще сориентироваться, что делать с ее вообще базисом. Она та губка, которая впитывает. И я думаю, что по достижению окончания проекта она нам покажет очень хороший результат. Совершенно по-другому стала еду рассматривать. То есть меня всегда учили, что на белок вообще не надо колоть инсулин. То есть там курица, мясо. А оказалось, что да, я могу съесть кусок колбасы, и у меня сахар поднимется. Причем не сразу, а часов через шесть. Вот это 2,5, это я растянула 2 единицы на 5 часов из-за куриного шашлыка. И в принципе я почти попала, по-моему. И прошла 6,8. Прям идеально. Это был единственный раз, потому что я растягивала, когда эту котлету гамбургерную несчастную. Ну, котлета, гамбургер и на куриный шашлык, это все-таки немножко разные вещи. Анастасия красивая и стильная женщина. Она такая прям вся сияет. Настраивает на какое-то такое сотрудничество. Знаете, не больничное, а жизненное, человеческое. Здравствуйте, Дарья. Проходите. Здравствуйте. Мне понравилось, что она сказала, что понятно, что сейчас я буду вас вести, вас на вами наблюдать, и вы будете выполнять мои рекомендации. Но это не значит, что вы должны забыть о своих эндокринологах, с которыми вы сейчас работаете. Это очень много говорит о человеке. Сегодня, друзья, у нас день откровений, и как обычно, Дмитрий, я реально искренне верю, что он не со зла это сделал, и даже не для того, чтобы мне бросить вызов, как обычно, а просто вот случайным образом я увидела, что Дмитрий с утра делает инъекцию инсулина короткого действия, ультракороткого действия. Куда, Дмитрий? В руку. В руку. А теперь давайте разбираться с тем, что происходит обычно с утренними сахарами Дмитрия. Дим, давай напишешь, сколько сахар был с утра, что происходит через час, через два, ну, в общем, твои замеры, что ты ешь. И вот и так каждый день. То есть, если просмотреть дневник Дмитрия, у него как бы днем все хорошо, вечером все хорошо, а с утра какая-то вечная непонятная история. Они не то чтобы высокие, но вот как-то чуть-чуть, вот чуть-чуть везде, вот на единичку, на полторы, даже иногда на две, вот хотелось бы, чтобы они были, соответственно, ниже. Во-первых, у нас... К идеалу близок. Он вообще к идеалу близок, если бы не был такой упертый. Нам, короче, пришлось сколько раз словить гипо для того, чтобы вообще понять, что ночь происходит, потому что, ну, ночью мы не можем просыпаться, а под утро у нас какие-то высокие сахара. А что было непонятно, никто не понимал, то есть, ну, как бы разные мысли в голове крутились, и пока вот мы не подловили несколько раз не очень хорошую историю, мы, наконец, додумались, что вообще-то, наверное, правда стоит ночью померить, вообще понять, что это. А что нам позволило это сделать? Насколько мы уменьшили продленный инсулин вечерний? Ну, было 14, сейчас 11. Сейчас 11, друзья. Вот три единицы, так, всего лишь. А, нет, извиняюсь, когда я пришел на проект, у меня было вечерний 16. Хорошо пришел. А где ты сейчас сахаром просыпаешься? Сейчас, ну... А он продолжает вредничать. Ночью мы так и не меряем сахара, я переживаю процесс. 6, 4, 6, 1. Но с утра при таком, в принципе, нормальном сахаре у нас бывает постпрандиальный через два часа. Какой? Ну, какой-то, какие там сахара? Через два часа после чего? После завтрака. Ну, бывает 7, 9, бывает 8, 4. Все прям прочитай, вот за эту неделю все какие сахара? А, все за эту неделю? Так, 8, 4, 7, 9, 6, 8, 12, 6, 6, 8. Ну, сегодня я не записал. Какие у вас мысли? Вы у меня просто все уже практически доктора. Какие у вас мысли? Нормальный через два часа, нормальный сахар. Хорошо. А что через... Ольга, я вообще не понимаю, что вы всех сегодня защищаете? Я просто не вижу ничего, как ты знаешь, через два часа... Ольга, нет, давайте так, Ольге дневничок. Дай Ольге дневничок. Вообще идеально там все. Я подсказываю, может быть, зубы чистил дольше, это раз. Иногда, не всегда у нас рука, иногда у нас все-таки бывает живот, но все-таки больше рука с утра. Ну, то есть у нас есть две проблемы. Мы не соблюдаем абсолютно паузу с утра. И вторая проблема, как оказалось, я только сейчас это увидела. Если бы я не увидела, я бы продолжала дальше думать, а что вообще происходит. Про паузу я знала. Поэтому, наверное, мы будем, я не знаю, давайте кто-то... Я хочу курирующего поставить Дмитрию. А, мне кажется, мы поняли, в чем была проблема 12,6. На сахар 7,0 Дмитрий съел чай с медом и бутерброд. Ну, чай с медом у нас периодически проскакивает, да. Тут сахар раньше был. С каким количеством сахара там раньше был? Для релушки. Не, ну, подколку, наверное, какую-то сделан, но чай с медом... Но чай с медом не может пройти. На сахар 7,9. Это, во-первых, во-вторых, паузы опять нету, понимаете? Поэтому давайте так. Значит, Дмитрий обещает нам, что он поставит будильник сегодня ночью. Первое, да? Ну, давай сделаем это все. Ну, в 3 часа. Так я два раза сделаю. Еще раз нам надо. Видишь, мы снизились. Нет, по-хорошему надо делать в 3, 5. И в 6 еще по-хорошему. Ну, да, в 3 или в 6, да. А потом уже завтраком-то. Ну, это подождите. Это тогда совсем он будет плохо себя чувствовать на работе. Дайте хотя бы в 3 пусть померят сначала. Ну, вот так вот он у нас себя... Видите, нежные какие мы. У живот нельзя. Сюда замерить нельзя. Мужчины вообще, они... Так, значит, в 3 мы замеряем сегодня как минимум, желательно еще в 5 или в 6. И мы делаем, Дмитрий, всем обещаем. Мы покажем это всем. И делаем, наконец-то, паузу. Сколько вы рекомендуете делать паузу? Да вообще не вопрос. Да не вопрос, действительно. Уже какую неделю прошу. Да я сегодня первый раз слышал про паузу. Вы что, совсем что-то издеваетесь? Нет, серьезно? Я до этого даже... Вот вы говорили про паузу. Нет, ну ты сам подумай. Вот ты... Ты сам подумай. Ты ешь... Ты писаешь бутерброд, он у тебя уже во рту начинает сасываться. А инсулину... А инсулину... А инсулину... По желудку пока не спокажет. Он начинает сасываться. Уже здесь. Ладно, бутерброд. У него же там еще чай иногда с медом есть. А с сахаром раньше было. Он у тебя во рту уже начинает сасываться. А инсулину нужно из жира ссосаться в кровь. Он не успеет у тебя за этой едой. Нам все время врачи говорили, что с ультракоропкинсиль можно делать после еды. И лучше после еды. После еды можно делать в одном единственном случае. Если у тебя до еды очень низкий сахар. То есть ты ешь и потом, соответственно, подкалываешь. Ребята, семь... Раньше говорили однотипо и другое. Рассказывай, что было у Дмитрия раньше. У Дмитрия была какая ситуация? Пауз не было. Вместо меда еще хуже был сахар. Соответственно, что у него было? У него был через два высокий, через три-четыре гипо. И так весь день. Через два часа высокий, через три-четыре гипо. А ты подкалывал на этот высокий? Конечно. Это самое интересное было. А ты не понимал, что через еще один высокий сахар? А кто бы мне рассказал? А кто бы ему рассказал? Я бы понимал. Но сегодня Дмитрий обещал всем, что он добьет. И у него в течение этой недели будет сахара до семи с половиной, Дима. Через два часа. Я не обещал, но я буду делать паузу. Максимум до шести натощах ты можешь это сделать. У тебя все есть для того, чтобы это сделать. У тебя идеально вообще как бы идет. Если ты будешь делать эти паузы, если мы сейчас с тобой поймем до конца, что сделать нам с базальным. Идеально, для этого нужно делать те замеры, которые я сказала. И ты будешь адекватно все дальше просчитывать. Сейчас у тебя с этим намного лучше. У нас была другая проблема. Сколько у нас раньше было подколок короткого инсулина на еду? Так правильно. А, ну у меня были, да, была доза 8 единиц. Она зла на все. Неважно, с медом, чай, бутерброд, свинина, вообще все, что угодно. Ну, наверное, я бываю, правда, строга. Мне об этом говорят многие мои коллеги, пациенты об этом говорят. И не только в этом проекте. Ну, потому что по-другому действительно нельзя. Здесь очень важна именно четкость и выполнение. И они должны действительно понять, что мы как бы не просто сюда дружить пришли, а мы должны достигать тех целей, которые мы поставили. Что мне мешает? Мне мешает именно то, что я вижу свою цель, иду к ней, но в какой-то момент останавливаюсь. Вероника пришла на Диа-челлендж с тремя конкретными целями. И не ожидала, что к одной из них приблизится настолько скоро. А именно, так ощутимо похудеет. Мне говорили раньше, что когда худеешь, надо есть много белка. И на ужин есть белок, и перед сном есть белок. И вообще белка должно быть больше всего в рационе. И для меня было открытием, когда и Алексей, и Анастасия, наши замечательные эксперты, сказали мне, что на самом деле, если женщина хочет похудеть, в рационе у нее до 50% должно быть углеводов. Что ей говорят, то и делают. И, значит, вопрос, зачем она туда пошла. Поэтому ей действительно интересно. То есть она может быть не всегда согласна с экспертами, но, как она говорит, что я все-таки туда пошла не умничать, а за каким-то советом, за тем, чтобы послушать и попробовать. Потому что если делать так, как я считаю нужным, я это могла делать и без проекта, и не мучиться так, как я сейчас мучаюсь. Еще пару недель назад спорт действительно был для Вероники мучением. А сейчас здесь тоже прогресс. От простых прогулок и ходьбы по лестницам до тренировок в зале по индивидуальной программе тренера Диа-челлендж. Закончила на сегодня силовую часть тренировки. Время померить сахар. Сахар я меряю на тренировке каждые 15 минут. Потому что он может очень резко меняться, и вверх, и вниз, и надо поймать эти моменты. Например, на силовых тренировках сахар очень часто поднимается, а на аэробных, наоборот, опускается. Но это тоже не стопроцентно. И поэтому надо знать свою индивидуальную потребность. Сейчас у меня сахар 8,2, и после силовой тренировки это идеальный результат. Потому что начинать тренировку, на самом деле, надо с сахаром 7-8, чтобы не свалиться в гипо буквально в первые 15-20 минут. Еще одна цель Вероники – избавиться от пищевой зависимости. И самая основная – от страха материнства. С самого детства вот это со мной идет, что фраза такая, да, что я себя не прощу, если у моего ребенка будет диабет. Что, недовольна? Недовольна, недовольна, чем-то недовольна. Дочка Ольги Щукиной – ровесница Диа Челлендж. Олеся родилась незадолго до первой общей встречи участников проекта. И они с папой дали возможность маме сразу же вернуться в строй. И глядя на нее, понимаешь, что… А что бояться-то? Она замечательная женщина, у нее все хорошо, она уверенно живет именно. Все так происходит, как должно быть в ее жизни, и это отлично, и ребенок – это замечательно, и у нее нет не то чтобы никаких страхов, все само собой, знаете, вот так и должно быть, наверное, свободно, легко, непринужденно. Расскажи, что случилось за эту неделю, что произошло? Ну, мне кажется, я больше стала понимать какие-то моменты в своей жизни, да, то есть у меня открылись какие-то грани, о которых я даже не думала. И самое интересное то, что сегодня, когда я общалась с Василием, я поняла, что то, что у меня открылось на прошлой неделе, это типа вообще ничего не открылось. На самом деле все еще гораздо глубже, интереснее, и прямо хочется узнавать, читать, выполнять упражнения, которые Василий тоже задает домашнее задание, так что я буду ответственной теперь еще и с этой точки зрения. Какое домашнее задание Василий дал вам, Вероника Александровна, на следующей неделе? Дмитрий, я вам не скажу. У меня крайне шуток. На самом деле в чем сложность разговоров с Василием? Сложность в том, что я никогда не подумаю, что упражнение, которое дает Василий, влияет именно на то, на что оно влияет. Он дает задание, первая его фраза была, чем я могу вам помочь. Тут я начинаю рассказывать ему все, что меня беспокоит. Он все это стоически выдерживает и дает задание, которое вообще никак не касается того. Я говорю, ну как же, Василий, подождите, а вот мои проблемы. Он говорит, ну да, я все прекрасно понимаю, да, вот мы будем действовать так. Я прихожу к нему через неделю, он говорит, что-то поменялось. Я такая, ну, типа, плохая новость, что вот с этим упражнением ничего не поменялось. Он говорит, а что-то другое есть в жизни? Я говорю, ну вот, а допустим, есть, мне уже не хочется так, как хотелось. Он говорит, ну так это упражнение для того и было. Попробуйте ради интереса походить и порычать, и погавкать на всех, вот кто находится здесь в течение 15-20 минут. Он мне дал одно задание – наблюдать за людьми, допустим, увидеть человека, да, и представить, вот чем бы я могла его удивить. Просто чужого человека, вот случайно, которого я встретила на улице, в общественном транспорте, ну, где-либо. Я как бы говорю, Василий, как бы нам сделать так, чтобы я меньше зависела от мнения окружающих? Он говорит, а вот давайте, закрывайте глаза и представьте какое-нибудь очень-очень приятное воспоминание. И думайте, что в теле происходит. Вот где там какая-то щекотка возникает, где там какое-то напряжение, где, наоборот, расслабление. Вот, и я думаю, Василий, как это поможет решить мою проблему с зависимостью от мнения окружающих? Вот вы мне объясните. Он говорит, ну, вы поделайте, давайте. Каким-то образом выполняйте задания. Они для меня не сразу легко дались, и он это знал. Как бы он говорил, вас будет отвлекать это, 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 это. А тут я понимаю, что у меня сил больше от того, что я про это вообще перестала думать. Однако перед началом сегодняшнего концерта некоторые отголоски прежнего состояния к Ольге частично вернулись. У меня было сначала ощущение, что это такой пионерский лагерь. Вот особенно еще до того, как мы начали, когда мы номера придумывали. Потом было ощущение, что, господи, что за провал. Из всей гаммы чувств, которые участники испытали во время репетиции, смущение было самым ярким. И тут на помощь снова пришел Василий. Ну, это такое упражнение, которое связано с ритмизацией всех нервно-психических процессов. Оно обладает активирующим, ритмизирующим, интегрирующим действием. Вот. Достаточно хорошо для того, чтобы собраться, собрать все свои ресурсы для того, чтобы на что-то их использовать. У Вас скоро сейчас как раз будет то место и время, где Вы будете целиком включаться. Называется оно условно «Таракан». У Таракана четыре пушки, у Таракана четыре пушки, а он танцует, а он смеется и очень весело живет. Как состояние внутри? Ну, смотри, весело, да. Ага, да. Ну, вперед. Услышав танец живота, подумали, наверное, что буду я монетками звенеть и обнажу пупок, но нет. Сначала я сложу слова в изящный слог. Потом отведать дам вам непременно собственноручно приготовленный пирог. «Таракан» в студию! В нем есть морковь, банан, яйцо куриное. Все остальное тоже, кстати, очень витаминное. Здесь БЖУ и колораж на каждый грамм посчитан. Была б смелее, я точно выдала вам танец живота. А когда мы в итоге по итогу справились, когда, в общем, все закончилось, я поняла, что, ну, на самом деле, никакой непонятнерский лагерь, люди все взрослые. И, ну, как, молодцы. У меня было прям такое ощущение, ну, молодцы. Тихо, тихо. Это проект «Диа челлендж». Встретимся через неделю. КОМОЛОНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДОНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ! Субтитры сделал DimaTorzok